Всем приятного просмотра, всех приветствую, давайте продолжай. Так, в прошлой серии мы с вами полетели на другую локацию, но я говорю, что в конце я хочу сюда вернуться, забрать полностью весь лут, который у меня был вон там. Я так и сделал, я полностью перенес все чемоданчики, разобрал нашу базу. На базе единственное, что я оставил, это малый жилой отсек и вот такой вот этакий входной шлюз. Из-за чего? Из-за того, что я хочу потом построить большой жилой отсек. У нас есть, видите, да? Большой транспортный отсек и средний. Так, и вот большой технический отсек. Теперь у нас есть большие отсеки и мы можем с вами потом на какой-то из локаций остановиться и построить себе нашу огромную базу. Вот все наши ящички, я сюда все перенес. Единственное, что я не делал, это я навигатор, необходимый навигатор, а у нас, по-моему, с вами навигатора и нету, да, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Инструменты, предметы, двигатель, кислородная. А навигатор я так и не нашел. Не знаю, возможно, у нас навигатор появится. Возможно, навигатор у нас появится на следующей локации. Так что, ладно, давайте отправляться. Давайте выбирать. Вот, обломки на орбите. Полетели вот сюда. Я же говорю, по поводу навигатора я так и не увидел, если честно. Но, вроде, на предыдущей локации я все исследовал. Но, если что, вернемся обратно и я еще раз полностью все без записи исследуем. Хотя, с другой стороны, если у нас будут вот такие вот станции для прыжков, то нам навигатор, в принципе, и не нужен будет. Так, глава четвертая. Детка, вы можете изменить режим управления в настройках игры. Да, давай сейчас так и сделаем. Деткам. Блин, глава четвертая. Детка, неужели мы тут детку с вами найдем? Может, она где-то здесь находится? Это будет прикольно, если мы сможем вдвоем здесь выживать. Либо ваша собеседница знает что-то такое, чего не знаем мы, либо она старуха. Блин. Надеюсь, что нет. Мощности двигателя не хватает на активацию вооружения. Так, я думаю, наверное, в этой серии мы просто с вами... Полетаем, поизучаем локацию. И опять же, если я что-то здесь упустил, и мне понадобятся какие-то дополнительные материалы, я в любой момент могу вернуться назад. Так, вот это вот нужно будет изучить. Возможно, разобрать его сможем так. Тихонечко. Сенса сильно большая, но... Исправлять, наверное, пока мы ее не будем. Так, все хорошо. Отстыковка. Здесь установлена система аккуратной стыковки. Отлично. Или не очень аккуратно, из-за двигателя отказали. Да, кстати, у меня вроде тоже такой шлюз изученный есть. Давай посмотрим. Так, блоки, блоки, блоки. Солнечная панель. Свинец электроника. Туалет. Надо быть солнечных панелей. Нарменно наклепать потом. Декор потолок. Модули. Ладно, потом разберемся. Давайте смотреть. Давайте выйдем отсюда. Не уверен, что нам эта штука понадобится для строительства в ближайшем будущем. Так что мы ее просто выложим. Да, кстати, бластер себе нашел. Бластер-шмастер 2000. Нужно будет потом на ком-то испробовать. Пройдите на стойку регистрации. Пройдите в центр, пожалуйста. Это не просто гаражный модуль, а уцелевшая диагностическая станция. Вот только по голосу не похоже, что она работает в штатном режиме. Так, забрать, забрать. Это нам пригодится. Батареечка тоже. Подпрыгнуть не могу. Но я надеюсь, что у нас здесь есть полностью все, что нам нужно. И будет и еда, и вода. И все компоненты. Похоже, он был случайно убит диагностической станцией. Других причин для такой травмы я не нахожу. Этот работник, видимо, видел смерть предыдущего и начал убегать. Не глядя, без шлема. Ладно, чтобы нас такая участие с вами не ждала здесь. Так, даваевать сюда. Так, аж это модуль гравитации. Так, гравитация на кораблях? Нет, это всем известно, пока ученые есть. Прикольненько. От этого у нас не было. Нужно полностью сейчас все вот это вот залутать, пока здесь есть место в инвентаре. Потом зайти, выложить это все. Панель диагностики работает, хотя эта деталь явно лишняя. Так, забрать, забрать. Батареечка. Так, поехали. Не трогай. Вставь обратно. Ну ты чего? Вставь обратно. Так лучше, а можешь еще. Прокрутить? Нет? Ладно. Мне кажется, в таком состоянии мы от нее ничего не добьемся. Эта штука каратит ей мозги. Так, оно. Вырвать рычаг. Да что такое? Вставь обратно. Ты издеваешься? Вставь обратно. Живо. Да, козел. Это какая-то неправильная станция. Но другой у нас нет. Излишки напряжения плавят ее схемы. Нужно как-то привести ее в чувства. Я тебя в чувства приведу. Трусы с каской. Если не прекратишь лезть ко мне. Блин, и что? Я могу установить обратно, либо не могу. Ладно, наверное, все-таки не могу. Так, давай найти элементы управления. Сейчас мы это все найдем. Давайте вернемся назад. Положим все наши ресурсы. Которые у нас в инвентарии есть. Так, ты кто? Водичка, водичка это хорошо. Центр диагностики. Пожалуйста, пройдите на столько. Да, да, да. Сейчас мы туда пройдем. Так, давай понямаем. Запьем это все. Сложим, сложим, сложим. Так, и свободное место где-то у нас. Или я полностью все забил. А, вот свободное место. Давай, наверное, туда сейчас все мы это сложим с вами. Но пока мы с нами не нужны. Так, ручку. И модуль гравитации нужно будет. Тоже посмотреть, сможем ли мы его сейчас сделать с вами. К сожалению, нету, да? Нету ничего нового. Ладно. А тут у нас что? А тут у нас пусто. Так, побежали. 170 метров, 160. Хорошо. Это нужно будет, наверное, нам выйти, да? На улицу. Как раз я хотел слетать назад туда, откуда мы прилетели. Там есть корабль маленький. Туда хотел я и слетать. Так, это мы тоже заберем на всякий пожарный, пока я не забыл. Потому что я себя знаю. Я парень простой, вижу предмет и потом забываю его забрать. Так, побежали. Отлично, отлично. Мы ничем не поможем. Придется поискать какие-нибудь элементы управления. Повещал уже отставки самоуважения. Пижама. Пижама. Во, я понял, когда в паблике меня будет сута. Ноготь коряка с 800 метров. Буду его пижамой назвать. Так, что-то сильно много всего здесь. Заметили? Так. Мы сюда же сможем выйти, либо нет? Или не сможем? Или мы сейчас по кругу будем ходить? Дай сюда, дай сюда. Что, что, вместо? Ага, вместо у нас мало. Лифты не работают. Хотя во время пожара, землетрясения или самоистязания диагностической станции пользоваться лифтами все равно не рекомендуется. А что, я пройти сюда не могу? А не могу. Могу, могу. Металл. Давай заберем. Но я взял с собой металла и резины тоже. Причем много я взял с собой. У меня даже инвентарь полон, да? Давай подняваем. Давай попьем. Заберем. И посмотрим. Нужно будет вернуться. Наверное, выложить это все. Так, дай посмотреть. Основной диагностический зал. Можно сказать, что это мозг всей станции и что-то этот мозг барахлит. Сам ты барахлишь, охоронный подгузник. Так, побежали. Побежали смотреть. Центральный процессор. Мне казалось, что такая хрупкая штука должна быть как-то защищена, а не просто торчать в полу. Куда хочу? Туда торчу. Интересно, смогу ли я выйти в открытый космос или нет? Так, магнит это хорошо. Это мне надо. Еда есть. Давайте посмотрим, что еще здесь лежит у нас. Так, свинец. Так, для починки, что мне нужно? Создать и установить купол. Нет, что-то не то. Ясно. Кто-то снял защиту с процесса. Второй пытался подключить его напрямую к гробам. Не знаю, зачем кому-то диагностика гробов, но результат очевиден. Ну да, согласен. Сейчас нужно будет, наверное, возвращаться назад, чтобы создать купол, да? А что, не так? Почему он у меня до сих пор светится? Так, установить купол. Хорошо. А стол для крафта у меня здесь где-то находится, либо нет? Блин, а огромная база. Был быть модуль управления голосом станции, а также фильтраторы речи. Может, поэтому она беспрестанно ругается. А может, это потому, что ты бесполезный, болтливый элемент. Но это сидим, выпьем. Это мы заберем. Водичка есть. Во, еще одну штуку какую-то нашли. Интересно. Так, что мне нужно? Мне здесь сканировать. Ага. Окей, окей. Тогда побежали назад. Побежали назад. Сейчас как раз выложим весь хлам, который у нас находится в инвентарии. Вернемся сюда. Надеюсь, вместе с куполом. И надеюсь, у нас есть с вами... Все вот эти вот ингредиенты, которые нам нужны для купола. Ну, по идее, там стекло должно быть, правильно? А вот по поводу стекла я не помню, брал ли я с собой. Если брал, то в каком количестве. Нужно будет сейчас посмотреть. Блин, жалко, у меня нету таких вот возможностей делать коробки. Потому что чемодан это, конечно, классное. Ну, чемодан сильно... Во-первых, забивается быстро. А в этих коробках, возможно, места больше было. Да плюс чемоданы у меня разлетаются по всему кораблю, когда ты на них наступаешь. Так, бежим. Создать и установить купол. Пожалуй, в центр диагностики. Пожалуйста, пройдите на стойку регистрации. Так, было автосохранением. Давай смотреть, что нам нужно для купола. Снаряжение, предметы. Купол. Так. Непроводящий гель. Венец 4. Проволока 2. Непроводящий гель. Ага. А где мне взять непроводящий гель? Модуль гравитации. Модуль гравитации. С вами на некоторое время. Давай это все выложим. Все выложим. И у нас места все больше нету. Так, понимаем. Места больше нету. Здесь, да, нету. Хотя чуть есть. Так, если мы возьмем вот так вот. И хорошо. Отлично. Нету. Нету. Вот надо до пресса, наверное, воду. Вот тут вот отставить. Вот так вот. А эту штуку я с собой возьму кислородную станцию. Могли нам. Нужно будет куда-то далеко лететь. Так, а я могу? Не могу, да? Самое печальное то, что я не знаю, упустил ли я центр диагностики. Вот этот вот и ели. Либо на этой локации, либо на той. Потому что, как видите, я здесь выйти никуда не могу. Хотя, возможно, вот дверка есть какая-то. Сейчас давайте поищем этот гель. Ну, открой. Нет, ты не хочешь. Хорошо. А как мне на улицу выйти? Как мне выйти на улицу? Ладно, давайте возвращаться. Может, там что-то упускаем. Так, но здесь ничего нету, ничего нету. Изучить я тоже тут ничего не могу. Здесь у нас тоже пусто. Пусто, пусто, пусто. Где же мне этот гель найти? Я просто сейчас сижу, вспоминаю. На прошлой локации, где я летал, где я не был, я полностью все изучил. И ничего такого мне не попадалось на глаза. Ага, вот, требуется магнитная отмычка. А вот и магнитная отмычка. Отлично. Еле есть. Во, во, ребят, живем. А нам, по-моему, две штучки, да, нужно всего лишь. Да, шикарно, но все, побежали назад. По-моему, две нужны. Да, теперь я точно ничего там не упустил. И хорошо, что я с собой взял все ресурсы, которые у меня были. Что, я не зря это делал, переносил. Я реально потратил два часа в реальном времени, чтобы перенести полностью все ресурсы. Это было очень долго и очень нудно на этом, на пылесосе летать. Хопа. На рома. Что-то больше ничего нету. Вроде нет. Пожалуйста, в центр диагностики. Пожалуйста, пройдите. Да-да-да, сейчас пройдем на стойку регистрации. Так, давай использовать, смотреть предметы. Да, свинец 4, проволока 2. А, это алюминий. Раз, два, три, четыре. Где наша проволока? Впей. Стоим не туда. Раз, два. А самое печальное, то, что у меня свинца мало. Если мне нужно будет сделать с вами краску... А нет, вот есть, все хорошо. Хорошо. Мало ли, нужно будет краску с вами сделать. А его нету. А сколько мне нужно купола сделать одну штучку? Все, это вон и есть. Где-нибудь смотреть? Пока сейчас выложим, давайте. Вот сюда. Во, всем. И давай, наверное, сделаем вот так, да? Пока мы спустим, полежит. Пока мы спустим, полетим. Полежит. А на своем инвентаре тут ничего не добавил. Да, новенького. Ну, у меня сейчас по максимуму мой персонаж прокачан. Ну, вот у нас скафандр 125, баллон на 200, усилитель на соточку, максимум фонарик на 50. А вот только шлем на 25. Я не знаю, будет ли тут где-то... Еще какой-то новый шлем, чтобы мы могли усилить своего персонажа. Честно, без понятия. Без записи я сюда не летал, посмотреть что тут и как. Думаю, лучше я потрачу время и принесу все ресурсы. А потом вместе с вами и будем уже как раз это все и изучать. Блин, надеюсь... Надеюсь, мне одного купола хватит. Потому что больше таких баллонов я здесь не вижу. Если честно. Так, забрать, забрать. Ага, вот баллон, да, по-моему, еще есть. Да, и вот баллон. Ну, посмотрим. В любом случае нам сюда нужно... Так. Давай, установить. Ага, использовать элементы управления. С нее можно перезагрузить всю станцию. Так, давайте, наверное, пока Мизя не забыл. Добудем, да, тебя. Раз. Потому что купол у нас-то установлен один, но я думаю, это будет маловосненько. Не зря же тут столько всего с гелием стоит, правильно? Тем более, пять штучек должно хватить нам. Не пять штучек гелия, а не самого гелия. Или тут... Два баллона осталось. А именно, конечно, какая-то конкретно прочность. Видите, у меня на четверочку. И сейчас, когда я сделаю, то прочность троечка. То есть я могу еще три раза воспользоваться этим ключом. Все. Можем взаимодействовать. Похоже, сперва придется снять излишки напряжения. Ммм, каким образом? Оставьте в покое мой процессор. Если станции не нравятся, значит мы все делаем правильно. Довласен. Так, водичку забираем. Использовать. Похоже, незащищенный процессор вызывал перегрузки в сети. Это должно немного помочь. Себе лучше помоги. Хлам пропотевший. Так, поехали. Панель управления неисправно. Перезагрузи станцию. Вообще проблема. Ага, три-четыре метра. Что это? Что-то упускаем, да? С вами. Этот ротор поврежден. Для работы станции он не сильно нужен. И лучше бы его как-то отключить. Во, металл. Хорошо. Знаете, что я еще по себе нашел бы здесь бы... Наверное, пару рулонов ткани. Потому что у меня их вообще нет. Закрыто. Доступ. Это рычаги сброса оборота фрутера. Так. Дергай сильнее. Оторви его. Что-то, походу, мы не так что делаем, да? Правильно, я понимаю. Нужно, наверное, в последовательстве какой-то это делать. Вот. Прикольно. Так, верка закрыта, да? Да, закрыта. Забрать титан. Хорошо. Пластик, водичка есть. Блин, то так много воды. Что-то мне кажется, что мы не сможем с вами выйти. Похоже, это проход. Космос. Отлично. Ну, просто игра в основном, когда мы можем где-то еще залутаться. Она не дает столько материалов. Хотя, возможно, она подумала, что мы и я не буду 2 часа тратить своего времени. И не буду переносить сюда все ресурсы. И таким образом она мне помогает. Так. У меня инвентарь почти забитый. Изолента, пластик. Надо, надо, надо. Давай как раз попьем. И поедим. Во, металл. Я подумал, что рулон с бум. Это и с материалом. С тканью, рулон. Ага, лязку подисти его. Да, наверное, игра подумала, что если мы с вами не захватим с собой материалов. Так, чтоб его выбросить бы. Как думаете? Самого такого бы ненужного. Давай, наверное, изоленту. Во, а бластер заберем. Так, ты кто? Батареечка. Батареечка тоже мне нужна. Что у меня еще на базе есть? Много чего. Так, проволока. Давай, наверное, резина. Да, у меня резины много. Так что резину эту оставим. Потом, если что, сюда вернемся. В любом случае, я буду тут еще ходить, изучать. И что-то не так. Не знаю, чего пытался добиться этот мертвец, но компенсаторы не должны находиться под напряжением. Так, обезвредить. Отлично. Изучить. Так, обезвредить. Не, не могу. Что-то мне кажется, что я ему нравится, когда я так делаю. Судя по этим звукам. Ладно, ладно. Нужен лом. Окей, давай. Хорошо, что у нас есть усиленный ломик. Есть. Помех в голосе становится меньше. Похоже, все идет как надо. Лязь, нашим красавчики, да? Мы справляемся. Так. Все, забрать это по-любому забрать. Куда нам нужно? Ммм, 60 метров побежали. Так, щелочь, не ащелочь у нас с вами есть. Этого добра у нас хватает. Так. Добывать требуется ремонтный инструмент. Вот это вот. Это ты. Так, фильтр есть. Отлично. Системный фильтр. Только ты где? Вот фильтр. Ммм, прикольненько. Значит, на нашей новой базе мы сможем с вами... Блин, сколько здесь всего. Такарчи, погоди. Погоди, это все лутать. Отключить питание. Погоди, это все лутать. Знакомая ситуация. Если устраним этот обрыв, дверь не понадобится ломать. Наверное. Думаешь, так... Обезвредить и чинить. Так, обезвредить. Просто я как вижу лут, и мне сразу хочется все забрать. Так что, лучше подождать немножко, я думаю. Есть. Даже не знаю, хороший ли это знак. Так, захватить труп, это мне не надо. Металл. Ну и защищенного металла. Из четырех штучек мы можем с вами делать себе чемодан. Как думать, я могу сделать чемодан тебе? Давай, наверное, выпьем водички. Возьмем и сделаем потом себе... Еще один чемодан. Нет питания, да? У нее думблер. Отвратительно. Не сразу ничего. Задача выполнена. Хотят трогать думблер. Даже ради выживания. Я не знаю. Думблер, смотри. Думблер мне поднимет. Подними мне тумблер. Так, вы слышите? И я не слышу ее злобного бубняжа. Похоже, пора перезагрузить центральный процессор. Да, давай попробуем. Так, вернуться на Нормандию. Тихонечко. Что произошло? Вы меня что? Перезагрузили простым нажатием кнопки. Я так понимаю, вы будете и дальше портить оборудование, пока я не проведу диагностику. Что ж, хорошо. На вашем чулкаке плавится ядро. Нет калиброванного вооружения. Нет пассивной защиты. Нет активной защиты. Это просто ведро. Довольны? Я поправлю двигатели, и вы уберетесь отсюда. Идет. Похоже, это хорошая сделка. И единственно возможная. Диагностическая станция вообще не предназначена для сложного ремонта. Пора возвращаться на Нормандию. Кстати, может, воспользуемся быстрым перемещением? Да, давай. Мы все еще тут. Видимо, в этой игре нет быстрого перемещения. Придется возвращаться ножка. Ля-ты-крыса. Ля-ты-крыса. С быстрым перемещением. Оценил игру, оценил. Так, снаряжение, предметы. Система фильтрации. Так, это нам пока весь не надо. Мне нужно сделать чемодан. Чемодан, а чемодан не могу сделать из-за того, что у меня места здесь нету. Давай, это мы скинем сейчас. И надеюсь, место под чемодан у нас с вами будет. Да. Блин, ну если нам нужно будет отсюда сейчас улетать, я бы не хотел бы, если честно. Я хотел бы здесь бы еще остаться. И посмотреть, что у нас тут интересного есть. Тем более, я много ресурсов там не забрал. Так, инвитер полон, хорошо. Давай, это мы все вылаживаем. Аккуратненько. Это нам не надо. Все. Давай смотреть. Давай делать вот. А я забрал это все. Ага. Понял. Ладно, давай выпьем. Давайте, наверное, мы с вами сохранимся. О, это все. И давай поднимемся. Так, встать за штурвал. Так, создать и установить. Чего? Создать и установить систему фильтрации. Создать и установить навигатор. Зря сказал про оружие. Я обязан предупредить о незаконности стрельб. А, неважно. Кстати, калибровка оружия происходит автоматически при активной стрельбе по случайным целям. Тихо-тихо-тихо. Все остальное, перечисленное в диагностике, я не представляю, где искать. В связи с чем, предлагаю исследовать ближайшие обломки. Так, кстати, за руля. Встать за руля, я сказал. Я бы... Хорошо, давай еще раз. Давай еще раз. Что я делаю не так? Я явно что делаю не так. Я просто хочу без корабля полетать. Мне так реально комфортнее будет. Так. Встать за руль, встать за руль. Давай посмотрим, можем ли мы вылететь. А вылететь мы не можем, ребят. Самое печальное, то что вылететь мы не можем. Ладненько. Что там, что случилось? Так, 8 тысяч 4 метра. Ага, 4 тысячи. Ладно. Ладно. Заходим. Заходим, заходим. Но в любом случае, мы как-то должны будем с вами... Йо-моё. Как-то должны будем с вами это сделать. Так, тихо-тихо-тихо. Ух ты. Могу стрелять. Прикольно. Так, давай сюда подлетим. Могу изучить? Нет, не могу изучить, да? Да, не могу. Где нас тут поближе что-то есть? Либо нету. Сейчас, наверное, вот сюда подлетим. Посмотрим, как у нас здесь все будет происходить. И как мне выйти? Поточнее, как мне сюда зайти? Ага, вот. Ремонт. Ля, смотри. Прикольненько, автомический ремонт. Да, происходит. Это хорошо. Но это нам только хиппшки восстанавливают. Я так понял. Шикарно. Шумовская, шикарно. Так, погодим. 3 тысячи и 7. Давай туда где-то 3 тысячи полетим. Попробочки жму на shift, а оно не хочет шифтить. Блин, а сколько у меня таких вот бластеров, шмастеров? Интересно, бесконечное количество или нет. Похоже, здесь находятся обломки носовой части корабля. Только там располагались уникальные обзорные отсеки с купольным остеклением. Как это остекление выдержало катастрофу для меня загадка. Но проникнуть внутрь было бы неплохо. Хотя бы из любопытства. Да, давай изучим эту звезду смерти. Так, а что мы этими бластерами разбивать что-то можем, не можем? Или оно чисто декоративное? Судя по номеру, это один из купольных отсеков охлаждения. Сверхнизкие температуры за бортом и огромные объемы рабочих жидкостей позволяли отсекам поддерживать практически любую температуру в оболочке ядер без лишних энергозатрат. Нам бы не помешало нечто подобное для поврежденного ядра нормандии. Стыковочный внешний шлюз. Отсюда можно попасть внутрь. Точнее, можно было бы, если разбить весь этот лед. Ага, разбить весь лед, да? Хорошо. Вот, наверное, из-за чего мне нужен этот бластер. Правильно я понимаю? Да. Отлично. А теперь тихонечко. Во. Встать. Шикарно. Идемте смотреть, куда мы прибыли. Давайте смотреть, где мы. В моей базе данных нет подробной информации о системах охлаждения лайнера. Но я уверен, что необходимо что-нибудь найти и что-нибудь сломать. Ну, это без проблем. Ломать, не строить. Правильно? Так, 100 метров. Набухульки, например. Или... Шарульки. Да бульки. Пробульки. Даже не знаю. Выделю под генерацию название один из процессоров, пожалуй. Набухульки мне нравится. А вам как, ребят? Набухульки. Я знаю, я иду не в ту сторону, но у нас здесь лут и, возможно, мы что-нибудь сможем с вами отсканировать. Найти что-то полезное и интересное. Так, забрать, забрать, забрать. Дверка. Батарейка. Вот это вот мне надо. Ты кто? Аптечку возьму, но вместо аптечки можно кровать использовать, конечно. Похоже, это не проход под купол, а модуль временного сохранения. Не знал, что он расположен в этой части корабля. Так, забрать. Это мы тоже забираем лампочкам. Что у нас по поводу... Ага, еще есть немножко. Так, это холодильные камеры временного сохранения. Сюда помещались все, кому посчастливилось умереть прямо во время полета лазера, а таких, по моим данным, было немало. Так, и эту жидкость мы с вами добудем. Так, использовать. Шикарно. Ля. Ля какой отсек. Погоди, сзади у нас еще 100 метров и здесь. Так, ребят, давайте, наверное, знаете, что сделаем на этом сервисе, чем? А в следующей уже продолжим наше исследование. Вот сходим сюда, залутаемся и вернемся обратно. Так, надеюсь, что здесь нету много лишних предметов, которые я хочу себе в инвентарь положить, потому что места у нас с вами вообще ноль. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.